Много всякого приходится слышать и читать в зарубежных СМИ, в связи с вогнавшей в шок весь мир, пандемии и коронавируса. Много ахиней, депрессивного бреда, конспирологических версий и прочего. Но многострадальные в Армении, как всегда, додумались до того, до чего не додумался даже Ватикан. Как сообщают с мистическим восторгом армянские СМИ, депутат Сасун Микаэлян выступил в парламенте с предложением, граничащим с маразмом. Он заявил, что надо использовать христианскую реликвию, известную как копье судьбы в борьбе с коронавирусом. Депутат заявил, что это якобы, предаст веры армянскому народу, которому предстоит пройти множество испытаний. Нам нужна подпитка веры, чтобы народ вновь сплотился. Прошу, чтобы мы обратились к католикосу всех армян Горигину II, чтобы он объехал страну, а мы бы доказали, что мы являемся христианским народом и копье, находится у нас, сказал Микаэлян. Копье судьбы, о котором говорит Микаэлян, это одна из легендарных святынь христианства. Правда, никто не знает, как оно должно выглядеть, и тем более никому неизвестно, что за предмет хранится в монастыре в Ичмядзине, и откуда он взялся у армянских индианаджонсов. Казус в том, что Вена, Рим и Краков заявляют о том, что истинное копье хранится именно у них. А представители армянской апостольской церкви безбожно лгут, что именно в Ичмядзине хранится легендарное копье, которым легионер Гай Касий, Лангин, пронзил грудь распятого Христа. Армянам, как всегда, поверили на слово. Мир уже смирился и согласился, считать мифическую так называемую Великую Армению, первым наихристианишим государством, а Ереван старше Рима. Доказательств никаких, но армяне так убедительны, у них такое честное и несчастное выражение лиц. Мм, да. Да. Похоже, это все, что способны предложить своему народу в трудные времена армянские власти. Никакими другими методами вернуть армянам веру в завтрашний день, и в себя любимого, Никол Пашинян не в состоянии. Власти теряют контроль над распространением вируса, и во избежание паники пытаются разыгрывать самую чувствительную карту, религиозную. Мания величия, национальной исключительности и якобы богоизбранности, достаточно крепко внедрили в сознание армянского народа. И вряд ли в Армении найдется много тех, кто покрутит пальцем у виска, послушав Микаэляна. Микаэлян призывает не просто изгнать проклятый вирус, а доказать всему миру, что армяне самые-самые и копье у них, назло всем, настоящее. А дальше, продезинфицировав таким путем всю Армению, армянские индиана-джонсы отправятся спасать весь мир. Как говорится, Спилберг отдыхает. Кстати, пару лет назад в Армении разгорелся серьезный скандал вокруг этого копья судьбы. Противники Горегина обвинили его в распиле реликвий и передаче на сторону. Попытки католикоса оправдаться, мол, отрезал всего кусочек для братской русской церкви, вызвали еще больший шум, и Чмядзин был обвинен уже в поделке этого самого копья. Никто не знает, как должно выглядеть копье римского солдата Лонгина. Исследователи осторожно намекают, что армянское копье, не похоже на римское. Ну совсем не похоже, как на него не посмотри. Но на все обращения научных кругов исследовать артефакт, и Чмядзин отвечает отказом, под предлогом того, что этого самого копья, дескать, может касаться только католикос. Да ради бога, одной фальсификации больше, одной фальсификации меньше, хуже Армении от этого уже не будет, потому что хуже некуда. Не исключено, что идея Мика Еляна будет принята к сведению. Одним словом, армянские индианаджонсы собрались расчехлить самое грозное оружие против пандемии. Ну коронавирус, держись, плохи твои дела. Хотя похоже, с этим Ереван уже опоздал, предложение Мика Аляна об этом ясно говорит. Продолжение следует...